куртку застегни позовите мне директора всем привет мои хорошие спасибо что заглянули на мой канал с вами айка эмили и очередной мукпанк у нас сегодня жульен приготовленный моей мамочкой рецепт как всегда будет в инфобоксе обязательно переходите и обалденный вот такой вот десерт который я приготовила вчера здесь сверху замороженная малина с творогом и с йогуртом еще здесь у нас киткат из посылки от парня так приятно открываешь там столько сладостей думаешь блин что же я сегодня буду кушать в общем я люблю выбор выбор во всем я люблю когда открываешь косметику у тебя дофига всего и ты выбираешь когда открываешь полочку с трусами извиняюсь опять же большой выбор то есть я не люблю вот ой как горячо смогу ли я сейчас это есть потому что очень горячий обалденно вкусно мы только горячим в общем что касается сегодняшнего дня девочки очень хочу вас от души поздравить желаю исполнения всех наших с вами мечт самое главное чтобы у вас была гармония с собой рядом любимый человек который всегда вас поддерживал в любых ваших начинаниях я все-таки считаю что для женщины очень важно именно семейное благополучие карьера деньги не знаю все остальное это конечно тоже хорошо но самое главное чтобы когда вы открывали дверь домой чтобы вы были там не одни а у вас был любимый человек возможно дети и так далее верный хороший любимый человек опора чтобы вам не приходилось прям горбатиться у меня была знакомая она работала в магазине парфюмерии косметики может вы знаете идеал да все знают вас и она говорила всегда когда выходили какие-то варианты которые хотели с ней встречаться общаться она говорила вот если я не буду работать ты сможешь меня обеспечить например мужчина говорил нет к примеру я говорила ну тогда мне такой мужчина не нужен а что мне тогда без мужчины и с мужчиной одинаково с мужчиной должно быть хорошо я желаю чтобы ваши мужчины всегда радовали вас всегда баловали в общем всего вам и побольше я когда выложила это подарок от парня в инстаграм все подумали что это как раз таки подарок на 8 марта на самом деле нет подарок я выбрала сама в этот раз а то каждый раз у нас знаете скандал из-за этого он мне сам популярно сказал что хочешь мы пойдем купим или ты выберешь я закажу изначально я хотела косметику но потом я поняла что у меня много всего ну вот зачем я не бьюти блогер зачем мне столько косметики реально мне очень жалко когда я просто беру и выбрасываю просроченную косметику у меня такое ощущение что я просто порвала денежку и выбросила тот день еле удержалась не купила себе это color pop там скидочки были я думаю блин надо загадать в спарльном тоже сначала пошли в магазин в никс потом того что я хотел не было и без ничего вышли сейчас я думаю как хорошо что того что я хотел не было иногда я просто сижу и читаю комментарии есть видео под которыми я вообще не читала комментарии а некоторые комменты я прям каждый читаю в общем под одним видео как же это остро где я говорю там про квартиру и все дела все начали писать что вот айка покупает квартиру а я парень нифига ничего не делает так вот моя хорошая я говорила в одном из видео я хочу повторить и закрыть эту тему квартиру я покупаю чисто для себя это несовместно нажитое имущество и жить мы в этой квартире не будем возможно я не права в какой-то степени но я считаю что когда женщина целиком и полностью зависит от мужчины это не хорошо ни к чему хорошему это не приводит в конце мужчине становится просто неинтересно с ней у вас должен быть спектр своих каких-то желаний интересов поэтому я хочу иметь свой уголочек до того как выйду замуж пусть даже не отремонтированы пусть даже это будут голые стены но зато завтра не дай бог всякое в жизни бывает чтобы у меня был свой угол для меня это важно то есть вы неправильно меня поняли если вы думаете что я это делаю просто чисто чтобы мы там жили мой парень никогда не будет жить на моей жилплощади у него свои принципы и он считает это неправильно тем более у него жилищных проблем нет поэтому он не жаждет овладеть моими квадратами которых пока что нет читаю некоторые комментарии и прям знаете в шоке с одной стороны люди как бы хотят уберечь меня и все такое но с другой стороны я понимаю что вы его абсолютно не знаете поэтому делайте такие выводы хотя возможно вы и правы знаете сейчас люди разные бывают есть такие которые прям судятся до последнего квадратного метра несмотря на то что эта женщина воспитывает его ребенка мой отец всегда говорил что если я уйду от твоей мамы да ну когда-нибудь не дай бог вот я как бы оставлю все что я заработала ей и просто уйду с чемоданом вещей я считаю что это позиция настоящего мужчины а то нет там ругаются из-за пылесоса еще что-то господи смешно в деревне у нас соседка из-за алиментов уже сколько раз подавала документы он убежал убежал в Дагестан лишь бы не платить эти алименты с ребенком вообще не общаются еще у него трое детей от других женщин и в общем так смотришь на него и думаешь блин господи это очень остро очень-очень остро обычно мама так не готовит вкусно конечно но с остротой прям перебор давайте немножко пройдемся по вопросам а то у меня уже пар из ушей из того что очень сильно остро Кристина АСМР задает вопрос когда я когда работала ты снимала больше видео нежели когда ты в отпуске в день всегда видела по три видео сейчас такого нету всего лишь одно с чем это связано возможно у тебя какие-то проблемы последнее время на видео это очень грустно любой человек нуждается в той или иной степени отдыха например у вас на работе это суббота воскресенье потом вы берете отпуск на месяц отдыхаете от работы то есть это тоже своеобразный отдых для меня от работы я конечно понимаю это сложно назвать работой но на уровне монтажа когда ты выкладываешь видео делаешь обложку это очень даже напоминает работу почему-то многие думают что блогеры они нифига не делают но на самом деле это не так мы тоже встаем рано я конечно не жалуюсь если сравнивать с другими специальностями то у нас намного все проще я как бы можно сказать не контактирую ни с кем то есть например в банке работа мне кажется в банке очень сложно работать в том плане что ты постоянно сталкиваешься с разными людьми есть адекватно есть не очень вообще работа с клиентами напрямую это сложно в этом плане конечно в блогинге очень много плюсов как же вкусно здесь малинки 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 такие вечеринки я помню например когда я работала пришла клиентка одна и на кассе сидела ждала своей очереди так получилось что ее очередь прошла ее не позвали точнее такого не бывает ее позвали но она прозевала свою очередь и она разъяренная подходит к кассиру начинает его оскорблять потом спрашивают где у вас здесь директор позовите мне директора а директора не было позвали меня вернее ее пригласили к моему столу я взяла телефон начала набирать кассира я спросила у кассира что произошло он сказал что она сама не подошла когда была ее очередь сидела в телефоне ну сейчас хрен клиенту это объяснишь вообще фига ты объяснишь клиенту что она сама виновата архив камер нужно поднимать ей что-то объяснять я короче беру трубку позвонила кассиру положила трубку и говорю ей пройдите пожалуйста к кассиру и она начинает орать вот я вам пожаловалась вы не можете подойти к кассиру и отругать его вы просто с ухмылкой мне говорите пройдите туда короче ни из чего такая блондинка женщина делает там такой скандал я ей отвечаю я ей говорю что мне нужно было подойти к кассиру его избить я не понимаю начинает орать туда-сюда где директор вызовите директора туда-сюда кто тебя посадил на это место бабки заплатила наверное сидишь там короче там такой скандал был а у директора выходной и она не уходит час-полтора сидит орет просто пусть она подойдет говорит ко мне и извиниться а за что мне извинять за то что ты прозевала свою очередь я скажу что я извиняться не буду мне зачем оно надо все вкусный десерт в общем человеку просто не лень говорит магазин закроется я все равно здесь буду сидеть вы меня не выгоните такое неуважительное отношение да я сделаю так что тебя уволят я была в шоке когда я узнала что оказывается она по национальности лизгинка прикиньте то есть мы с ней одной национальности еще плюс я думаю бог мой какой скандальный человек ну прозевала ты свою очередь тебя без очереди пускают что иди вот оплати свой кредит зачем это нужно да я да я сделаю так что тебя здесь завтра не будет ты не знаешь с кем ты связалась поэтому морально мотала все это нервы причем очень сильно работа с проблемными клиентами это самое сложное я считаю что просто низкий поклон работникам банка ребята если кто-то смотрит кто когда-то работал в банке отпишитесь пожалуйста я не знаю возможно я неправильно мыслю но мне кажется у них тоже очень много таких моментов сложно в той или иной степени она еще не поленилась поехала в главный офис там открыли камеры и выяснила что действительно ее позвали она не увидела не услышала короче долго еще там выступала то есть все мы с вами разные у всех разное воспитание я просто на минутку думаю вот представьте у этой женщины ей наверное лет 40-45 невестка вот как ладить с таким человеком на пустом месте просто сделала огромный скандал а еще у нас есть соседка русская когда не заходишь с ней в лифт она начинает обсирать всех какой комендант такой здание идиотское я не знаю лифт вонючий мне уже смешно реально один раз она ехала со своим мужем и сыном так повернулась резко к сыну куртку застегни я думала это просто знаете когда бывает видео смотришь на 2х то есть на быстром режиме не знаю по мне лучше проще относиться к жизни я не всегда такой была я такой стала за последнее время мне на многие вещи просто наплевать и желаю вам тоже относиться так же на этом все мои хорошие здесь немножко осталось во-первых очень-очень остро осталось совсем чуть-чуть доедать уже не буду всех люблю целую десерт был обалденный потому что моего производства пока